привет это владимир сегодня мы будем моделировать профлистик mp20 . для этого сразу же произведем наши корректировки в настройках и укажем единицу измерения это метры и длина у нас будет в миллиметрах дальше мы загрузим сюда картинку reference отсылочную картиночка со схемой этого листика чтобы нам видеть размеры технические характеристики листа благодаря которым мы будем делать наш проектик схемочка у нас перед глазами и теперь мы можем от чего-то отталкиваться общая длина листа метр 150 сантиметров рабочая длина ширина листа метр 10 лист имеют такую схему то есть накладывается на следующий листик это окончание листа это начало это окончание имеет похожую форму с с 8 единственное только что те подъемчики они выше имеют подъем 20 миллиметров отсюда собственное название листа mp20 и немножко другие характеристики но схема похожа и так мы имеем здесь подъемчик у него 70 миллиметров длина подъемчика по горизонтали значит верхняя планка у этого подъемчика 35 миллиметров что означает что на каждый подъемчик к этой площадке к верхней имеет длину 35 разделить на 2 учатся 17 половиной миллиметров начнем также с подъемчика с этого и нарисуем площадочку для этого выбираем наш стандартный кубик и делаем из него одну вершиночку маленькой с которой мы сейчас будем собственно работать так струдируем сразу же по оси y на 20 миллиметров собственно это у нас получился подъемчик и теперь мы его сдвинем по 6 на 17 с половиной миллиметров и то есть вот этот вот первый подъемчик наш затем экструдируем площадочку верхнюю на 35 миллиметров по оси x и также экструдируем оси y вниз на 20 миллиметров теперь также сдвинем по оси x на 17 с половиной миллиметров и экструдируем нижнюю площадочку она у нас имеет длину 67 с половиной миллиметров вот у нас получился контур контур 1 нашего профлиста из которого мы сейчас будем делать наш весь профлист для этого множим его на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 на 9 раз это значит добавляем модификатор рэй и указываем количество 9 штучек можем сразу же его применить теперь выделяем все вершинки и совмещаем совмещаем их по дистанции у нас удалены лишние вершинке и теперь нам нужно сделать начало и окончание про христа начало и окончание про христа выглядит следующим образом здесь этот подъемчик оканчивается закончим его сначала просто нижней точкой для этого вот эту вершинку мы удалим а в конце профлист имеет вот такую форму необычную то есть что нам нужно здесь это нужно привести вот этот край последний вот к этому месту к этой точке то есть сейчас между этими вершинками создам еще одну вершинку и между этими вершинками я создам еще одну вершинку эту вершинку я опущу по оси y на 20 миллиметров и здесь неизвестно какая высота у этой точки я опущу эту точку примерно вот так эту точку я вообще удалю вот мы получили окончание нашего прав листа ну примерно так будет точнее немножко окончание у нас есть и теперь разберемся сначала общая длина листика у нас получилось метр сто пятьдесят два миллиметра то есть нам нужно удалить два миллиметра лишних эти два миллиметра естественно будут начали и мы сейчас это сделаем сделаем это таким же способом я делю эти вершинки выделяю вместе и разделе добавляю здесь еще одну вершинку посередине и эту вершинку я сдвигаю вот сюда но не до конца теперь можно удалить эту вершинку и посмотреть что получится 149 хорошо вернем вершинку control z и немножко еще сдвинем ее вперед эту точку среднюю и теперь эту вершинку крайне уделяем и удаляем ее теперь у нас получилось четко то количество которое нам нужно то есть по сути у нас получился получилась идеальная копия рисунка профиста mp20 теперь мы переходим в фронтальный режим для удобства опустим эту линию перейдем в режим редактирования и экструдируем все наши вершинки по оси z уже на две тысячи миллиметров на два метра вот мы получили собственно наш проф листик теперь наша задача добавить к этому проф листику толщину проф лист mp20 имеет стандартную толщину как и c8 имеет толщину 0 4 миллиметра это стандартная толщина которая обычно продается в магазинах в розничных конечно же этот проф лист имеет разную толщину от 0 3 миллиметра до миллиметра с чем-то там ну возьмем допустим стандартная наша толщина будет 0 4 миллиметра вот мы видим здесь что толщина у этого проф листа сейчас по крайней мере вот здесь видно она какая-то неправильно нестандартно чтобы эту толщину выровнять более-менее нажмем even thickness что будет означать одинаковая толщина сейчас наши поверхности здесь соприкасации пересекаются поэтому здесь получается такие своеобразные перекресты поэтому мы когда уменьшим вот эти дефекты они уберутся и будет выглядеть все идеально все так как и должно быть все сейчас у нас идеальная идеальный листик получился mp20 если что мы его сейчас перевернем по оси x на 180 градусов и поднимем по оси z на 2000 миллиметров все теперь листик стал своей лицевой стороной как он и должен стоять если начинать покрывать с этой стороны и двигаться влево то это именно вот оно начало и идет он влево накладывается следующий лист вот сюда на эту на левую часть проф листа если же нужно нам идти в другую сторону вправо то мы этот листик по оси y переворачиваем тоже на 100 на 360 градусов получается влево накладывается так а для этого мы сейчас вот эту точку пишет и следит точку вращения мы поместим по центру листа и все это selected и сейчас на объект все тоже очень очень то 3d курса и теперь мы можем повернуть наш листик по оси y на 180 градусов вот правильно и все сейчас если нам нужно покрывать с левой стороны направо то мы кладем проф листик широкой стороной вот этой вот начало сюда в левый край и следующий уже листик накладываем на этот край на этом все ставьте лайки пишите комментарии замечания предложения какие бы темы хотели бы разобрать какие модели бы хотели бы сконструировать смоделировать какие детали какие объекты пишите в комментариях мы это обязательно разберем всех доброго был на связи владимир